Всем привет! С вами Светлана и Екатерина. Мы помним, что мы обещали 11 декабря выложить тег и итоги конкурса, но у нас немножко не получилось. Случилась работа. Бывает и такое. Сегодня 12-е, мы спешим исправиться, тег и итоги конкурса. Но для того, чтобы узнать итоги нашего новогоднего розыгрыша, вам придется посмотреть наши ответы на этот тег, ну и либо промотать видео, но мы вам не советуем, лучше посмотрите его все, полностью. Мы отвечаем на тег «Семь чудес света», передала нам его наша подписчица и девушка, которая тоже ведет свой канал, ее зовут Евгения. Ссылку на ее канал мы оставим в описании. Вопрос у нас, как всегда будет читать Екатерина, провинившаяся за что-то. Ответственная. Ответственная. Первый вопрос. Пирамида Хеопса. Книга с интригующим сюжетом и непредсказуемой развязкой. Я выбрала книгу. Наверное, нет в ней такого прям интригующего сюжета и неожиданной развязки. Я ориентировалась на слово «пирамида», потому что эта книга вначале нам предстает такой верхушкой айсберга, и к концу продвижения у нас все больше и больше появляется основание. Это книга Яна Мартела «Жизнь Пи», которая невероятно мне нравится. Я ее прочла на одном дыхании, так скажем. Я была в восторге от фильма, мне понравилась экранизация. Там есть «Тигр». Это был такой главный толчок к прочтению у меня этой книги и к просмотру фильма. И тем мне было приятнее, что и книга оказалась хорошей, и кино оказалось очень хорошим. Кто еще не читал и не смотрел, я думаю, таких очень мало, обязательно почитайте и посмотрите. Она того стоя. Просто пальцем показывать не будешь, кто не читал. Буду показывать пальцем. Я решила на этот вопрос ответить свеженькой книжкой, которую я прочитала в декабре, и вы ее увидите в прочитанном декабре. Это «Флэн Убрайан. Третий полицейский». Абсолютно непонятный, непредсказуемый сюжет, непредсказуемая развязка, от которой я была в шоке даже немножко. Ирландский сюрреализм во всей красе. Второй вопрос. «Висячие сады Семирамиды». Книга, наполненная романтикой, любовью и нежностью. Долго я думала над ответом на этот вопрос, и показалось мне уже, что я вовсе и не романтичная, и не нежная, и вообще книг про любовь у меня нет. Мне вот как единственное пришло в голову, это трилогия с Эльмой «Лагерлёв перстень» Лёвеншольдов. Так она мне из головы не выходила, поэтому я отвечаю на этот вопрос этой книгой. Здесь есть и любовь, и нежность, и теплота, и доброта, и какая-то духовная чуткость. В общем, очень хорошая трилогия. Кстати, сага «Юсти Берлинги» здесь тоже подходит на этот вопрос по поводу романтики. Поэтому я остановила свой выбор на Эльмой «Лагерлёв». А я на этот вопрос решила ответить тоже свеженькой книжкой, которую вы увидите у меня в прочитанном декабря. Потому что у меня тоже напряжёнка с книгами про любовь, нежность и какую-то тем более романтичность. Это свадебное путешествие. Здесь столько романтики, что порой её переборы, она переходит в какой-то сопливый сентиментализм. Но всё это какой-то вот иронией окупается. Поэтому свадебное путешествие. Третий вопрос. «Статуя Зевса в Олимпии». Книга на военную тематику, которая не оставила тебя равнодушным. Я в последнее время не очень люблю книги о войне, и вообще, когда затронута какая-то военная тематика. Кроме фантастических книг, «Война в космосе» — это... Кстати, «Звёздные войны» не люблю. Но это так, отступление. Я выбрала книгу Маркуса Зуса «Книжный вор», потому что она действительно меня затронула. Там рассказана очень добрая такая хорошая история. Мне очень понравилась главная героиня. Я в конце даже немножко и поплакала в этой книге. Поэтому я выбрала эту книгу. А я выбрала книгу, которая, наверное, одна... Не наверное, а одна из моих любимых книг на тему Первой мировой войны. Это Ричард Олдингтон и его «Смерть героя», и вот это вот любимое старое мягкое издание. Кроме этого, я люблю только Гашика, похождение в солдата Швейка. Вот книги про Первую мировую войну воспринимаются гораздо легче, а про Вторую мировую я вообще... Я не буду больше, наверное, никогда читать, если меня не заставят, как раньше. Поэтому я отвечаю вот на этот вопрос вот так. Здесь и война, и искусство, и любовь, и даже, наверное, и по второму вопросу чуть-чуть романтики и нежности. Следующий вопрос. «Храм Артемиды в Эфесе». Книга о молодых людях, подростках и их стиле жизни. Вот ответ на этот вопрос мне пришел в голову сразу. Это книга «Правила секса» Брэда Истона Элиса, автора, с которой меня познакомила Екатерина Евгеньевна. Кстати, у меня его любимая книга другая. А у меня вот, которую Света украла. Ну, я ее украла у тебя. Мне кажется, никакая книга «Лучший стиль жизни молодежи» не отражает, как это, вот эти вот безбашенные годы, когда ты думаешь, что тебе можно все, ты уже взрослый, и все дороги открыты перед тобой. Вот про стиль жизни молодежи идеально написано. А поскольку Света украла у меня ответ на этот вопрос бесстыжие, я решила назвать первую книгу тетралогии «Море изобилия» Юкио Миссимы, это «Весенний снег». Конечно, они не совсем подростки, они больше школьники, но именно вот Япония 20 века, первой половины, все-таки аристократически утонченные, Ромео и Джульетта по-японски, по-современному. Вот эта книжка подходит хорошо, но стиль жизни подростков нынешних она не отражает никоим образом. Следующий вопрос у нас про политику. «Мавзолей в Галикарнасе». Книга, где основной темой является политика, борьба за власть или классовое неравенство. Ну, я выбрала книжку, которая, наверное, политику она не отражает. Я в этом вопросе основывалась на классовом неравенстве. Выбрала я книгу, которая категорически мне не нравится. Это книга Кэтрин Стокетт, «Прислуга». Книга, после прочтения которой я думала, что заболею сахарным диабетом. Настолько она приторная, милая. Там все такие аккуратненькие, что я даже не могу понять, а что у них там за проблемы с классовым неравенством. Все так приторно-сладко описано и далеко, очень далеко от истины. Меня вообще очень сильно удивляли положительные отзывы на эту книгу, на фильм, который я посмотрела. После этого фильма я категорически не могу, кстати, смотреть на Эмму Стоун. Подверждаю. Она и актриса в этом фильме абсолютно никакая. И все эти аккуратненькие негритяночки, которые после долгого рабочего дня все тоже такие опрятненькие, аккуратненькие, как сахарные кексики. Я не буду дальше. Не было там такого ни издевательств, ни избиения, ни ущемления прав. Они все весело шли вечером, танцеватели. Они все весело, да, и пели песни. В общем, прислуга. А я решила на этот вопрос ответить политической книжкой своего любимого писателя. Да, это Хантер Томпсон и «Лучше, чем секс». Я люблю книжки про политику от Хантера Томпсона. Я уже говорила, я у него готова прочитать все, даже инструкцию по использованию какой-нибудь бумаги или подушки. Вот кто жестко, честно и откровенно пишет про политику, писал вернее, это он. Если бы в нашей стране появился такой писатель, я думаю, его бы очень не любили, или он бы уже где-то сидел бы далеко и глубоко. Шестой вопрос. Колосс Родотский. Книга-шедевр, которую должен прочесть каждый. Я на этот вопрос очень долго думала, пыталась найти такую книгу, которую думаю, что каждый должен прочитать. Но в итоге я решила не отвечать на этот вопрос конкретно, потому что нет такой книги, которую обязательно должен каждый прочесть. Тем более все мы читаем из разных побуждений. Для русскоязычного населения я считаю, что каждый должен прочесть хоть какой-то пласт из русской классики. Это обязательная программа. А остальное читайте, что хотите, лишь бы вам нравилось. Все. А я вообще решила на этот вопрос не отвечать. Мне не нравится вот это вот должен. Я так прутом по попе. Ты должен это прочитать. Ты обязана прочитать эту книгу. Читайте, что хотите. Седьмой вопрос. Александрийский маяк. Книга о различных путешествиях. Ой, но тут у меня тоже не будет конкретной книги. Здесь у меня есть один автор, который пишет о путешествиях так, что я бы хотела совершить каждое из этих путешествий, это Жюль Верн. Мой любимый автор периода, наверное, там 10, ну 15 уже нет, 14 лет. Я прочитала этого автора все книги. Это один из немногих авторов, у которого я прочитала все. Его любая книга о путешествии, это великое путешествие, которое хотелось бы совершить, особенно вот куда-нибудь там вокруг свет, за 80 дней на воздушном шаре. Ты на меня даже не смотри, я на воздушном шаре. Я знаю, это непоправимая ошибка. В общем, любая книга Жюля Верна даст вам хороший рассказ о путешествии, так что читайте, кто не читал. А я приготовила три толмуда для этого ответа, вернее, для ответа на этот вопрос. Это Барри Гифорд «Дикий сердцем». Это книжка такая, род книга. Тут молодая пара, бунтарей, все время едет по Америке. Я люблю такие книги. Ну, решила чуть более, наверное, оригинально ответить, чем сказать «Ммм, в дороге Керуак». У меня был период, когда я очень любила вот такие книги, чтобы шоссе в никуда было. И еще. Я у Светы в библиотеке забрала эти две книжки, показать вам. Мы снимали на одну из этих книг летом отдельный обзор. Это наша русская девушка, которая издает свои книжки благодаря краундфандингу. Это Светлана Гусарова и ее путешествия в Индию и Светлана Гусарова и ее путешествия в Янму и Таиланд. Это такие путевые заметки во время путешествия. Не знаю, очень... Мы еще вот эту книжку, ни одна из нас не прочитала, но, судя по это, это очень-очень такие вот атмосферные книги с таким легким налетом бродяжничества. Последний вопрос. «Восьмое чудо света» — книга, которая произвела на тебя огромное впечатление, Свет. Огромное впечатление. Я сейчас... В общем, я ей хитро говорю. Да, не знаю. Я буду говорить о книге, которую я читаю сейчас. Я нахожусь все еще в процессе чтения. Вот сейчас она начнет, я вас предупреждаю. Да ничего, я начну, я в двух словах. Ну да, правильно, это ты мне уши прожужжала. Тебе можно. Я не знаю, как я в тот период своего дикого увлечения фантастикой фэнтези, когда я на протяжении очень долгих лет не читала ничего, кроме фантастики. Это тетралогия Джека Чалкера. У нас два варианта названия цикла «Ромб Вардена» или «Четыре властелина бриллианта». Я просто в диком восторге. Я не могу оторваться. Меня настолько захватил и поглотил сюжет. Вообще сам этот мир, идея, которую я расскажу в прочитанном за декабрь. А я послушаю в сотый раз. Она будет еще долго слушать, потому что я читаю только первую книгу, а их четыре. Я собираюсь прочитать все, благо они небольшие. Я под безумным впечатлением от всех придуманных, который довертел автор. Где эта книга была? Я не знаю, как я ее пропустила мимо, потому что я прочитала просто огромное количество фантастики, а тут такое открытие. Вы поняли, я под впечатлением. Над этим вопросом я долго думала, вспоминала все свои чтения, что на меня когда-то произвело огромное впечатление, и поняла, что я не буду никого обманывать, потому что в своем подростковом возрасте эта книга произвела на меня большое впечатление. Книга, благодаря которой я, наверное, сама когда-то начала писать. У меня только один маленький томик с полным собранием сочинений этого поэта, и вы уже знаете, кто это и думает. Это Артюр Рэмбо, сборник стихотворений в прозе «Озарение». Вот если взять все, что я читала в скопе, только озарение на меня произвели такое впечатление огромное, колоссальное, что я вспоминаю их до сих пор. Ни портрет Дориана Грея в 15 лет, ни даже Тилюлен Шпигель, и даже Владимир Набоков со своей камерой обскура не повлияли на меня вот так, наверное, как вот этот товарищ. Поэтому я буду банальная. Это Рэмбо и его озарение. Все. Теперь с нас передача тега. Мы будем смелыми и передадим сразу двум людям этот тег. Но нас же двое. Нам можно. Первая – это Маша Жем. Нам будет очень интересно послушать ее ответы на эти вопросы. А второй человек – это наш соклубник Владимир с канала «Библионариум». Так что отвечайте. Итак, теперь мы наконец-то можем огласить наших победителей, которые выиграли от нас подарочки в новогоднем розыгрыше с подарочком для наших подписчиков. И первый набор – это Арундати Рой и Мили Морота в стране чудес. У нас первый наборчик получает «Гранд Бегларя». Если мы будем говорить неправильно, Ники, вы нас исправляете, не стесняйтесь. Извиняйте. Извиняйте нас сразу. Извиняйте. Второй набор «Макс Фрай» про котиков и «Царствие животных». Раскраска у нас получает «Миака Чи». Мы ждем от вас ваши адреса на нашу электронную почту. Она там внизу будет написана. Все остальные не расстраивайтесь. Мы еще обязательно будем проводить кучу разных конкурсов, потому что нам очень нравится дарить подарки. Нам очень нравится читать ваши комментарии. А столько комментариев, сколько у нас было под новогодним розыгрышем, у нас не было никогда. И я из этих комментариев узнала много нового. Так что я теперь хочу не только новогодний свитер, но еще и новогоднюю шапку, новогодний шарф и новогодние носки. Так что, Екатерина Евгеньевна, если ты решишься ко мне прийти... Не решусь уже. ...в новогодние праздники, ты не пугайся, ты увидишь такого новогоднего снеговика. Я, может быть, себе еще найду новогодние лосины. Нет, лосины это не лосины. И сольюсь тогда, и новогодний плед на диван, и сольюсь. У тебя так мандарины уже со входа будут лежать. Ну, может быть, кожуралок мандарины будет лежать. Тогда мне нет смысла к тебе приходить. И на этой замечательной новогодней ноте мы тогда закончим сегодняшнее видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Котики, вы знаете, что делать? Вот все там внизу. И читайте только те книги, которые вы должны прочитать.